Добрый вечер, дорогие друзья! С вами с тобой я, Михаил, и проведем маленький такой анбоксинг. Одну посылочку оставляю я чуть попозже, потому что знаю, что это здесь, а другую я не знаю, что это. Сейчас посмотрим при вас, откроем вместе и увидим, что это пришло. Без понятия даже, потому что номер транзакции совершенно другой, не имею представления, что это такое. Так, что у нас там вообще? Держатель для телефона вобильный. В общем, закручивается и посмотрим. Это, в принципе, к нам сейчас не относится, но такой держатель для телефонов машин не столь важная посылка. Поэтому обсуждать мы ее с вами не будем. А вот эта посылочка важная. Кто знает город Павлова, тот, думаю, меня поймет. Находится там одна ножевая мусорская, которая называется Ясный Сокол. Так вот, есть у них там один ножичек. Так, сейчас все запаковано. Что там? Не знаю, как аккуратненько все это сделать, чтобы не порезать то, что не нужно порезать. Порезать не порезал. Вот такая приятная штучка, мне попала в руки. И сразу чувствую, что это уберем с видео. Вот так все запаковано было, да? Вы видели. Я скрывал он тут. Посмотрим, что у нас здесь. Ясный Сокол. Нож Барс. Горь Павлово, Нижегородская область. Это у нас паспорт, сертификат, соответствие. Вот так вот все это выглядит. Что ножик наш не является холодным оружием. Далее, что мы возьмем? Давайте посмотрим, в первую очередь, чехол. Так называем его, куда у нас ставлен наш ножик. Не буду к чему придираться, потому что просто не к чему. Все сделано на высшем уровне. Значит, есть жесткий подвес. И самое главное, что очень удобно, есть подвес, который регулирует туда-сюда болтанка. Который будет не будет стеснять ваше движение. Садись на тот же самый мотоцикл. Или сейчас вот когда у вас нож висит здесь. Ну, давайте уже, наверное, вскроем. Посмотрим. Вот, клепочка. Приятная очень. Откроется нож. Имеет легонькую болтанку. Клепочка. Ну, я бы сказал. То есть, можно было бы, наверное... Может, тогда когда должен, да. Не кайдекс. Все-таки это у нас не кайдекс. Ой, как бы приятный маленький малыш, а. Кожа. Клепочка, в принципе, утопленная. Все закруглены. Думаю, проблем с царапанием металла не будет. Значит, еще раз-таки, приятные, хорошие ножны. Ножник наш тоже весь запакован. Ой, ну, мне сразу, мне вот уже нравится просто вот в руке. Это, я не знаю, вот что-то такое приятное, а не смотримое. Попало в руки. То, чем рука у меня не маленькая, но вот эта маленькая игрушечка, так называемая. Подруга у меня, знаете, действительно игрушечка. Вот, сел в руку, прям сразу, знаете, берешь вещь, да, вот, твоя. Вот. Вот. Я не знаю. Вот. Просто взял вот мое. Давайте посмотрим обработку. Да и два старичка. У нас сталька на крике. Это почти до одного порогового. Кикер застали. Вот, гривер очень стоит. Посмотрите, здесь у нас. Наверное, может греть. Да, греть мозг. Могу сказать, что действительно все на высшем уровне. Просто смазка есть немножко такая вот, как делали, рабочие, да. все это протереть. И все. Ну, это просто, вот, ребят, я не знаю. Ну, это просто, вот, ребят, я не знаю. Давайте, вот, чтобы вы, друзья, поняли, размер ножа. Вот. Себенза. Классно. От Кевина Джона. И вот этот скинорочек, да, то есть, вот так вот смотрится все это. То есть, это реальный, хороший, маленький фиксит, который можно носить с собой, использовать его в городских целях. Который не будет мешаться ни в чем. Идейся, что, кто носит джинсы, да, там и любит сзади носить. Можно просто, я думаю, это не проблема сделать ножницы из Кайдекса. Вот. Который сделает этот радикальный снос за спиной. Вот. Фасочки сняты. Вот. Гравировочка, я так понимаю, она нарисованная, скорее всего, не знаю. Сотрется ли она со временем, не сотрется, не знаю. Давайте спуски посмотрим, подводы. Что у нас тут? Ну, немножко, чуть-чуть меня расстроили подводики. Не очень равномерно все это. Но. Я вам расскажу цену этого ножа. Думайте сами, есть ли у нас что-то в такой ценовой категории, да. Составлено в клинике D2. И в таком же исполнении, кажется, натуральный кожаный чехол. Вот такая вот маленькая приятная вещь. И цена всему этому. Вместе с пересылом мне обошлась в 1850 рублей. Цена ножа без пересыла стоит 1500 рублей. Мне очень понравился этот маленький скинорочек. Буду я его носить. Я носил с собой два ножа. Один у меня в сумке Сибензо лежит всегда. Очень, я обожаю этот нож просто. Вот. И второе у меня парамилька всегда висит на мне. Ну вот, наверное, скорее всего, парамильку я уберу на полочку. Она у меня имитированная. Хватит поработала и будет. Вот. Повешу себе Сибензо. А вот этот малыш скинорочек будет носить в сумочке. Придумаю себе для него хвить ножны. Либо у меня сумка универсальная такая. Либо подвижу себе ножны куда-то. И просто будет ножна висеть на сумке. Ну давайте проверим на чем-нибудь. Бумажку даже не подготовил. Посмотрим, салфетку возьмет, когда точно или не возьмет. Салфетки не бумажка, понятно, надо понимать. Ну что-то пытается. Все-таки найти бумажку. Ой, жена меня убьет. Столище гератку. Давайте мы поставим. Видно. Вот так вот. Все будет видно. Кусочек бумажки. Попробую отрезать. Ну. Вверх. Вот я чувствую. Вот я же чувствую вот. Вот. Вверх. Я чувствую вот. Вот. Он режет без проблем, где-то в начале, а у него какая-нибудь. Вот и есть в одном месте легкие заменчики, что-то там такое, не знаю. Светочка сейчас маловато, вечер, темно у меня. Режет, все равно режет. Я думаю просто элементарно чуть-чуть довести на пасть и, как вы все видите. Все, режет. Нормально, в принципе. Для золотой заточки неплохо. Ну, можно было бы здесь, что подводики сделать по-аккурой. И сразу скажу, что провалились они немножко, чуть-чуть. То есть, если берем ножик, вот с этой части кромки шире подвод, вот до сюда. А вот эта часть заточила, идет подводик очень маленький, то есть, меньше. И причем он даже с одной стороны чуть больше, а с другой стороны все равно меньше. Провалили именно то ли металличко, они здесь немножко провалили. Какого-то, маленькая такая, знаете-ка, вот, изъянничка вот, да, вот он нажил. Ну, мелочи все это. Если кому надо, нож перетачивается элементарно. И сделать себе сразу ровные подводы все это можно. Ну, а зачем убивать заводскую золотушку, если она нам еще прослужит какое-то время? Не вижу смысла. То есть, пока нож режет, пока он будет резать, нет смысла трогать заводскую кромку. Ну, не вижу я смысла. Перестаньте резать, да, перетачили, и пошли опять вперед, радуйся все, и получайте удовольствие от своего маленького барсика. Советую всем, тем более за такую цену. Вот, рука у меня вот, ну, я и сам не маленький, да. Ну, я вам скажу, ну, лежит он просто вот, ну, супер. Я видел, наверное, очень удобно. Шубой на руке шухтой вот. Просто обалденно. Ну, вот, на этом мы с вами закончим, наверное. Свою радость я с вами поделил. Вот. Может быть, не знаю, подумаю какой-то там тестик, может быть, на него, да. Мы проверим стальку эту, ну, и вообще, что ей можно сделать, да. Не то, для чего он приспособлен. Ну, в принципе, даже для скоросъемного ножа, я считаю, что он, возможно, немножко мелковат. То есть, может быть, чуть побольше, да. Поэтому, наверное, все-таки, скорее всего, какой-то такой шейник, городской ножик, да, там, универсальный причем. Естественно, я не повозь это слово. Естественно, маленький, хороший, универсальный ножик. Что тут подрезать, что-то еще там, не знаю. Да, и не отрежешь хлеб, безусловно. Ну, есть куча других вещей, которые можно сделать с удовольствием этим ножом и получать, в первую очередь, самому удовольствие от работы этим ножом. Вот. Все. Вот такой вот маленький обзорчик этого ножа. Барсик от Ясного Сокола. Рекомендую. Просто нет слов. Все. Бай-бай. 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 Бай-бай.